Азербайджан не реагирует на такого рода призывы, говоря о том, что в отсутствии каких-либо регламентов и какого-нибудь внешнего регулирования реагирует просто на ситуацию на земле. А ситуация на земле говорит Азербайджану, что он должен вмешаться вооруженным образом. Поэтому постановка вопроса в ООН не дает никаких гарантий. Разговоры армянской стороны с Блинкином тоже не дают никаких гарантий, потому что Блинкин не имеет серьезного влияния на позицию Азербайджана. И в результате мы имеем на сегодняшний день то, что мы имеем. Международное сообщество не может оказать достаточного влияния на Азербайджан, потому что международное сообщество в данном случае не задействовано в качестве третьей силы. Если бы оно было задействовано, можно было бы оказывать влияние. Но даже ОДКБ достаточного влияния оказать в данном случае не может, хотя присутствует там. Вопрос здесь в том, что для того, чтобы снять напряженность, нужно подписать соответствующее соглашение, которое предполагает то, что какая-то третья сила, например, ОДКБ, будет занимать позиции разделения между сторонами. Пока такого соглашения нет, говорить о каких-то гарантиях просто не приходится. А учитывая, что международное сообщество в данном случае очень мало может повлиять на позицию Азербайджана, то вообще речь не идет о том, что международное сообщество чем-то может помочь Армении. Понятие «помогло», «не помогло» всегда определяется фактом, не словами. Если слова противоречат факту, значит факт старше.